События, о которых пойдет речь в этом видео, произошли в 2018 году в Висбадене. Это город в центрально-западной части Германии. 14-летняя Сюзанна Фельдман попросила у своей матери Дианы разрешение переночевать у подруги, пообещав утром быть дома. На следующий день в половине девятого утра, не дождавшись прихода дочери домой, ее обеспокоенная мать стала писать сообщение на WhatsApp, спрашивая Сюзанну, где она и почему не вернулась домой. В ответ последовали весьма странные сообщения, наводившие Диану на определенные тревожные мысли. Сюзанна Мария Фельдман родилась 2 ноября 2003 года в Майнце. Ее мать Диана Фельдман вместе со своей семьей переехала в Германию из Молдовы в 1991 году вместе с волной русскоязычных евреев, которые откликнулись на приглашение немецкого правительства. Друзья описывали Сюзанну как красивую, тихую и застенчивую девочку с обычными симптомами переходного возраста. У нее было хорошее детство, несмотря на то, что она росла без отца, ее мать Диана окружила ее любовью и заботой, стараясь делать все, чтобы дочь росла счастливым ребенком. Когда Сюзанне было 8 лет, Диана встретила мужчину, с которым впоследствии связала свою жизнь и вскоре у Сюзанны появилась младшая сестра. По мере своего взросления Сюзанна превращалась из хорошей домашней девочки в подростка из группы Риско. Она стала прогуливать уроки и вместе с друзьями тусоваться в приюте для беженцев, что очень беспокоило ее мать. Диана обсуждала это с дочерью, говоря, что она с друзьями ничего не знает о этих людях, о том откуда они, через что им пришлось пройти и что творится у них в головах. Ситуация усугублялась тем, что Сюзанна влюбилась в 14-летнего мальчика, которого она называла Кейси. Он жил со своей семьей в приюте для беженцев. 22 мая 2018 года Сюзанна позвонила матери и попросила у нее разрешение остаться на ночевку у подруги. Диана дала свое согласие на это, но сказала дочери, чтобы она вернулась домой пораньше, так как утром ей нужно было отвезти младшую дочь в детский сад, а затем идти на работу. Сюзанна пообещала матери, что в 7 утра будет дома. Так и не дождавшись прихода дочери домой, в половине девятого утра Диана написала ей на ватсап, спросив где она и почему до сих пор не дома. В ответ последовали странные короткие сообщения по типу приду позже и разряжена батарея. В 11.30 Диана получила еще одно сообщение, в котором были следующие слова. Прощай Висбаден, теперь в Париж с моим сердцем Армандо. Что? Ответила Диана. С моим малышом Армандо, последовал ответ. К сообщению также была прикреплена фотография руки Сюзанны, держащей косяк. Диана попробовала связаться с дочерью, но ее попытки были безуспешны, что вынудила женщину обратиться в полицию. В 9 вечера Сюзанна Фельдман официально была объявлена пропавшей без вести, после чего начались поиски с привлечением полиции и волонтеров. Вскоре выяснилось, что ни у одной из подруг на ночевку Сюзанна не оставалась, а полицейские, узнав о сообщениях, которые получала Диана, посчитали, что Сюзанна просто сбежала из дома, поэтому особого рвения в поисках не проявляли. Зная, что дочь была влюблена в сверстника из семьи мигрантов и, видя, что полиция не особо усердствует, Диана сама отправилась в приют для беженцев. Там она поговорила с семьей Башаров. Это семья 14-летнего Кейси, мальчика, в которого была влюблена Сюзанна. Все те, с кем удалось поговорить Диане, говорили, что слышали о пропаже девочки только по телевизору из выпуска новостей. Кейси был одним из шести детей в своей семье и его мать заверила Диану, что Сюзанна не появлялась в их доме. Прошла неделя с начала поисков, но ни самой девочки, ни данных о том, где она может быть, не было до тех пор, пока кто-то не сообщил полиции, что Сюзанна мертва и похоронена в Эрбенхайме, неподалеку от железнодорожных путей. Эрбенхайм – это район Висбадена, где и располагался приют для беженцев. Полученную информацию стали проверять, сосредоточив поиски вдоль железной дороги. Еще через несколько дней Диана получила от кого-то информацию в одной из своих соцсетей, что семья Бошаров уехала из Висбадена в Дортмунд и планирует покинуть страну. 6 июня 2018 года для Дианы Фельдман подтвердилось самое страшное. Тело Сюзанны нашли в Канаве, неподалеку от железной дороги. Оно было засыпано землей, листьями и хворостом. На шее девочки узлами была завязана ее собственная толстовка, а все ее тело и лицо были покрыты следами ударов и волочения. Телефона, других ценностей и даже кроссовок рядом с телом не нашли. Все, что представляло интерес, преступник или преступники, по-видимому оставили себе. Теперь давайте вернемся немного назад. Информацию о том, где следует искать тело, предоставил некий 13-летний мальчик из семьи беженцев, который жил в том же приюте, что и семья Башаров. Семья Башаров состояла из 8 человек, двое из которых были родителями, а шестеро детьми, в том числе и совершеннолетними. Сюзанна была влюблена в 14-летнего Кейси, чей старший брат, 20-летний Али, несколько раз попадал в поле зрения полиции, в том числе и по делу, а на другательстве над 11-летней девочкой, живущей в том же приюте. Данных об этом деле нет, но судя по тому, что Али остался на свободе, можно предположить, что полиции предъявить ему было нечего. 22 мая Сюзанна, сказав матери, что останется на ночу подруге, на самом деле отправилась в приют для беженцев на встречу с Кейси. Но мальчик оказался не один, а вместе со своим старшим братом Али, который, как оказалось, давно положил глаз на Сюзанну и говорил своим друзьям, что однажды он непременно вступит с ней в интимную близость. Диана считает, что Кейси, желая угодить своему старшему брату Али, специально заманил Сюзанну к себе домой. Девочка сразу поняла, что попала в беду. Как потом выяснилось, той ночью она написала своей подруге сообщение с мольбой о помощи. В сообщении говорилось, что она боится и находится в приюте с Али и его друзьями. Она хочет уйти, но ее не отпускают. Сюзанна прямым текстом просила подругу о помощи. Эта подруга была единственной, кто знал, что Сюзанна в беде, и единственной, кто мог предотвратить ее смерть, просто сообщив родителям или в полицию. Но подруга абсолютно ничего не предприняла. В итоге над Сюзанной надругались и лишили ее жизни, задушив собственной толстовкой, после чего избавились от тела. Поражает также то, что на сообщении Дианы, которое она писала своей дочери на ватсап, цинично отвечал Али Башар. Он даже поместил в руку уже мертвой Сюзанны косяк, сфотографировал его и отправил Диане. Где именно произошло преступление и знали ли родители Али Башара о нем, точно неизвестно. Избавившись от тела, Башар стал хвастаться своим поступком перед другими людьми, среди которых был и 13-летний мальчик, сообщивший полиции о том, где нужно искать тело. К тому времени, как полиция стала искать Али, он вместе с родителями и пятью братьями и сестрами покинул Висбаден. В ходе расследования выяснилось, что семья из 8 человек прибыла в Германию в октябре 2015 года, заявив при въезде, что у них нет никаких личных документов. Однако через 8 дней после преступления, 1 июня 2018 года, семья отправилась в Генеральное консульство Ирака во Франкфурте на Майне, чтобы получить документы для замены своих иракских паспортов, которые к этому времени были недействительны и которые были у них при себе, так же, как и немецкие удостоверения личности. Имена и фамилии в иракских документах отличались от тех, что были указаны в немецких удостоверениях личности, куда вписали имена и фамилии, названные семьей при въезде в Германию. Из иракских документов выяснилось и истинное имя подозреваемого Али Башар Ахмад Зебари. Башар это второе имя, которое при въезде в Германию было названо в качестве фамилии. Также выяснилось, что в 2016 году Али Башару отказали в предоставлении убежища, но при этом ему разрешили остаться в Германии, пока будет рассматриваться поданная им апелляция. Получив в консульстве необходимые документы, семья за наличные купила авиабилеты на свои истинные имена и 2 июня покинула территорию Германии. Обладая всей выше озвученной информацией, немецкая полиция объявила Али Башара в международный розыск. Через два дня после обнаружения тела, 8 июня 2018 года, он был арестован курдскими силами безопасности на севере Ирака. Его родители заявили местным властям, что ничего не знали о преступлении, опровергая предположение о том, что они покинули территорию Германии в попытке скрыть сына от правосудия. Его мать заявила, что не хочет, чтобы ее сын был наказан в чужой стране. Если он действительно виновен, сказала она, он должен быть наказан на родине. Несмотря на то, что между Германией и Ираком нет договора об экстрадиции, Али Башар был выдан немецким властям и возвращен в Германию, где ему предъявили обвинение в лишении жизни Сюзанны Фельдман и в надругательстве над ней. Он признал свою вину только в том, что лишил девочку жизни, заявив, что они Сюзанной выпивали спиртное и употребляли запрещенные вещества, когда между ними вспыхнула ссора. Сюзанна сказала, что сообщит о нем в полицию, после чего он в приступе ярости лишил ее жизни. Но слова его – это очередная ложь, так как судебно-медицинские эксперты не нашли в организме девочки ни следов алкоголя, ни следов запрещенных веществ. Смерть Сюзанны Фельдман стала третьим громким делом, начиная с 2016 года, когда во Фрайбурге подверглась нападению 19-летняя Мария Ладенбургер, видео о которой есть на канале. Ссылка на него появится в конце этого выпуска. Теперь же власти во главе с Ангелой Меркель подверглись новой волне критики и запроводимой политики открытых границ. Крупнейшая немецкая газета Bild призвала правительство страны принести извинения семье девочки. На саммите Большой Семерки в Канаде Ангела Меркель говорила о смерти Сюзанны Фельдман, заявив, что произошедшее потрясло многих, включая ее саму. «Невероятные страдания, которые произошли с семьей и жертвой, трогают всех, а также влияют на меня. С другой стороны, это призыв ко всем нам, во-первых, очень серьезно относиться к интеграции, а также снова и снова разъяснять наши ценности», — добавила Меркель. Но слова ее не произвели впечатление на Диану Фельдман, которая считает, что Меркель, у которой нет детей, никогда не сможет понять того, что приходится переживать ей. 10 июля 2019 года Али Башар Ахмад Зебари был признан виновным и в лишении жизни Сюзанны Фельдман, и в надругательстве над ней. Доказательства этого были представлены в суде, и хотя были подозрения, что той ночью Башар действовал не один, обвинений больше никому не предъявляли. Его приговорили к пожизненному заключению, которое, согласно немецкому законодательству, предусматривает право осужденного просить об условно-досрочном освобождении через 15 лет. А к чему может привести досрочное освобождение, можно увидеть в видео о Марилен Левек, которая не так давно вышла на канале. Субтитры создавал DimaTorzok